Сегодня на футбольных полях прошли встречи команд Москвы и Московской области, Уфы, Грозного, Абхазии, а также Краснодара, Ростова и Сочи. Матчи среди спортсменов до 16 лет проходят на так называемых укороченных полях. Два тайма по 20 минут. Несмотря на свой юный возраст, играют футболисты серьезно и явно стремятся одержать победу. Так же, как и команда из Сухума, ростовские футболисты старались держать оборону своих ворот буквально до последних минут матча. Сухой обыграть краснодарцев не удалось. Соперники распечатали ворота в конце второго тайма. Итог 2-1. Я, насколько я знаю, Краснодар собрался так, как и мы, буквально весной. И у них времени на такую реальную серьезную подготовку не было. Плюс к тому же мы играем в нашем чемпионате в Ростове 4 плюс 1. И дети сегодня вышли третий раз, вот третью игру играем на турнире, именно 6 плюс 1. Хорошая команда Краснодар отметила бы очень хорошего вратаря в них. И самое главное, что они пытаются держать мяч в этом возрасте. Это, в принципе, похвально. На соседних полях матча еще интереснее. Кубаночки встретились с футболистами из Уфы. Такая смешанная игра позволяет спортсменкам не только набраться опыта, но и показать, что женский футбол может и должен развиваться. И как раз о будущем этого вида спорта сегодня говорили на тренерском семинаре под руководством ведущего голландского специалиста, старшего тренера Академии «Зенита» Луи Кулена. Футбольный клуб «Зенит» пошел нам навстречу, стал нашим партнером в организации турнира «Ростех Евразийские игры». Соответственно, я думаю, не только футбольный клуб «Зенит», но и все российские клубы заинтересованы в том, чтобы наши российские молодые футболисты начали свое развитие непосредственно с детских школ и вырастали до уровня сборных. Семинар состоится и 29 октября в 20 часов в Аквалао. Организаторы мероприятия планируют и впредь проводить подобные встречи в рамках международного детско-юношеского турнира по футболу. Второй этап Евразийских футбольных игр пройдется 2 по 9 ноября. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.